Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семенов и, как всегда, в это время в эфире передача Город Эс. — Буквально на днях был на спектакле «Гамлет», был, конечно, приглашен несколько месяцев назад на премьерный показ, Анатолий Праудин меня пригласил, но вот так получилось, что был на днях. Это постановка знаменитого Самарского театра «Самарт», и ощущения, конечно, очень противоречивые, хотя спектакль мне, конечно, понравился. О нем разные говорят. Вот программа этого спектакля. И на этом спектакле я договорился о сегодняшнем эфире с моим сегодняшним гостем. Итак, дамы и господа, в гостях у меня сегодня актер театра «Самарт» Игорь Рудаков. Здрасте, Игорь. — Здравствуй, Игорь. — Да, да, здравствуй, Анатолий. — А ты, да, да, знаем давно друг друга. Итак, мне было очень приятно узнать, что ты, как я в Алжане, более того, ты самарский. — Отца Анатолия звали у меня. — Да? — Да, Игорь Анатолий. Игорь Анатольевич меня зовут. — То есть ты типа мой сын. — У нас сегодня такой тендем, да, да, такой тендем должен получиться. — Хорошо. Ну, я рад тебя приветствовать, что давно хотел тебя пригласить. — Я тоже. — И много материала накопилось. Так вот, с какого года ты уже на сцене этого театра, театра «Самарты»? — У меня в жизни все просто в этом отношении получилось, как бы. Я с 91-го года в театре, то есть я как закончил институт и сразу пришел в этот театр. — То есть не метался нигде этот вот первый театр? — Я не метался, но я скажу еще то, что еще заканчивая институт, меня уже пригласили в этот театр. На курсе преподавал Юрий Иванович Долгих. Он в те годы как раз ставил «Мурлин Мурло», небезвестного драматурга Николая Коляды. Вот, и пригласил меня и вот моего друга, соратника и товарища Дмитрия Добрякова, с которым мы по сей день работаем в театре, сидим всегда в одной гримерке. Сидим, слово какое-то нехорошее, находимся в одной гримерке. Вот, и вот он пригласил нас в этот спектакль, и как бы мы уже, будучи еще студентами, поехали с театром на настоящие гастроли в Нижневартовск. Да, то есть театр ехал с несколькими спектаклями, и также вот этот вот спектакль «Мурлин Мурло», это была первая, по-моему, Юрия Ивановича работа такая, вот как режиссер, режиссерская самостоятельная работа, был вот этот вот спектакль, и мы туда поехали, еще находясь, будучи как бы студентами. То есть я еще не работаю в театре уже. Года два назад он у меня был в эфире, Юрий Долгих, вот на твоем месте здесь сидел, и в превосходной степени говорил о своих учениках. Первыми он назвал тебя и Диму Добрякова. Да, да, да. С удовольствием я это хочу сегодня сказать. А вот я понимаю, что ты человек театральный, но для тебя, что для тебя учителя и какие-то кумиры, и вот исполины театральной, русской театральной школы, кто для тебя исполин? Ну, это очень сложный вопрос. Я никогда как бы не выделял каких-то там кумиров, исполинов. Дело в том, что для меня творчество, искусство, оно как бы складывается не только из театра, а из многих составляющих. Это и музыка, это и художники, и прочее, прочее. Живопись и балет, это все как бы в совокупности. Я не могу сейчас, тем более у нас такое короткое время, выделить кого-то конкретно. Про тему учителей могу сказать, да, что это очень важно. И, конечно же, мой самый первый учитель, который, можно сказать, правильно направил меня, был Федор Иванович Борисов такой вот у нас был. Сейчас он в городе не работает, он уехал куда-то на юг. Но он, как ни странно, был учителем пения в школе, в общеобразовательной школе, где я учился. Вот, и когда я пошел поступать в институт, как ни странно, он оказался, вот там, в театральных наших институтах, такие были понятия, как четвертушечки. Вот, то есть у каждой четвертушечки, то есть группа, она делилась на четвертушечки, у каждой четвертушечки был свой преподаватель. И я оказался его четвертушечки. Вот, и каков было мое удивление, когда я его увидел, вот, я был удивлен, ну, как бы вопрос такой, а вы-то что тут делаете? Вот, на что он меня первый спросил, говорит, ты что ты тут делаешь? Вот, я говорю, я поступил сюда. Вот, он говорит, ну ты хоть понял, куда ты попал? Я говорю, нет, пока еще не понял. Вот, и как бы он очень творческий человек, он играл и на баяне, преподавал пение в общеобразовательной школе. Он, кстати, вот выпускник Михаил Александрович Карпушкин был. Вот, вот, как бы, он мой такой первый, как бы, учитель, наставник. Хочу отметить Дудареву Галину Назаровну, потому что она тоже преподавала у нас в институте. Она мой первый настоящий педагог, настоящий педагог, я имею в виду театральный, потому что она настоящая артистка была. Потому что она работала в драматическом театре, была прекрасная актриса. Да, всем ее помнят. Да, 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 поэтому с большой теплотой ее вспоминаю. Это очень важно все. Ну, и потом, вот, когда я уже пришел из армии, то есть я, как бы, два курса отучился, ушел в армию, пришел из армии. Вот, и вот уже были другие педагоги, как раз Юрий Иванович Долгих, которому тоже очень благодарен, обязан, который меня, кстати, и не только меня, и многих людей из нашего вуза, он, значит, привел в театр. Да, в большую театральную жизнь вас, так сказать, определил. Да, а просто если мы сейчас начнем говорить о Титанах, об Исполинах и о Кумирах, то передачи не хватит. Ну, это да, да. Лучше будем говорить о людях, которые здравствуют, и которые мы знаем. Да, и которые мы благодарны. Ну, я думаю, ты не будешь возражать, мы покажем фрагмент из одного из твоих спектаклей, еще из прошлого века, с того века, откуда все мы, да, наверное. Спектакль великолепный, доктор Чехов и другие. Да, да. Смотрим фрагмент, великолепно, наслаждаемся. Гробый медведь, бурбон-монстр! Что вы сказали? Я сказала, что вы медведь-бурбон-монстр! А вы правы меняете оскорблять? Да, смею. А вы думаете, я вас боюсь, а? А вы думаете, если вы поэтические создания, имеете право оскорблять безнаказанно, да? Барьер! А-а-а! Мальчики, гоники, в ответ! Держать револьвер нужно так. Глаза, глаза зажигательные. Стоп! Да. Вы поднимаете кулак. Вы поднимаете кулак. Прицеливайтесь. Вот мы тут говорили перед этим эпизодом о учителях. Вот здесь ты учишь женщину целиться хотя бы, да? Что об этой работе можешь сказать? Вот я как раз сейчас вспомнил о кумирах. О кумирах наконец-то пришло в голову. Вот. Это мой единственный, как бы, человек, о котором боготворю. Это мой кумир, это вот режиссер, который меня открыл как актера. Это Александр Сергеевич Кузин. Безумно ему благодарен. Ой. Это мой любимый вообще, и не просто режиссер, а человек, как бы, и на гастроли. Мы были за рубежом очень много, вот, с спектаклем Ганс, в частности, и жили с ним в одном номере. То есть мы как бы... Все о нем говорят вообще в превосходной степени. Человек просто потрясающий. Обычно вот режиссура бывает какая, там разные, да, бывают режиссуры. Бывает такая диктаторская режиссура, бывают режиссеры, кричат, там что-то воздействует как-то еще. Этот человек, когда пришел первый раз к нам в театр, даже никто и не поверил, что он режиссер. Он даже всегда оговаривал, говорит, вы не думайте, что я такой мягкий и пушистый, да, я могу и покричать. Я ведь умею, я ведь главный режиссер, я могу. Вот. Ну, как бы, никто даже и не... Он ни разу, вот сколько он поставил, все самые лучшие спектакли, ну, это, опять же, я говорю про себя, это на мой взгляд, вот, нашего театра поставил он. И ни разу во время репетиции он не повышал голос, никто, по крайней мере, этого не слышал. Но спектакли колоссальные, причем, его спектакли, они являются как предметом искусства, так и доступны для любого зрителя. Для любого зрителя. Это очень важно. Вот это важно. Вот теперь для тебя будут доступны эти мои статьи, которые в этих журналах великолепных, это «Самара Губерния», «Леди Клуб» и так далее. Вот здесь об искусстве, читай, и вот, ну, все равно Новый год был не так давно, я тебе дарю сегодня. Спасибо, Толя, большое. Вот, читай. Спасибо. Мы не только на телевидении, мы и пишем. Хорошо. Вот, а в свое время мне, я дружусь с вашим театром очень давно, и вот когда был юбилей, один из юбилеев недавних, я покажу, вот такую мне подарили книгу «Сотворившие чудо». Это книга о ваших актерах, о ваших работах, и здесь тоже твои есть фотографии, фрагменты спектаклей. И я согласен с автором, Семеном Табачниковым, вы театр, который творит чудо постоянно, и ты в том числе, потому что ты член этого коллектива уже более 20 лет, получается. Да, да, спасибо. Я знаю, что ты не только театральный актер, ну ты и в кино, пусть небольшие где-то роли, где-то побольше, это не важно совершенно, важна узнаваемость. Вот пару слов о киноработах. С кем удалось поработать из наших кинозвезд? Вот насчет этого я могу сказать так, там понятно все, вопросы, и понятно, кинозвезды, и просто хочу сказать так, вот когда я был помоложе лет на 20, вот, я часто снимался в рекламах. Тогда рекламы только начинались, вот, это была редкость, как бы, и когда приглашали актера, это было вообще что-то такое невероятное, и это было время, когда практически, что называется, артисты работали бесплатно, вот, то есть за имидж, за то, что тебя покажут по телевизору. И когда, помню, приехал Абдулов, тогда у нас был спектакль «Поминальная молитва», такой был, несколько конъюнктурный, можно покажется, ход, что пригласили Стеклова и Абдулова в театр, и кто-то из журналистов приехал брать у него интервью, и он спросил, сколько, то есть сколько вы заплатите мне за мое интервью. Для него это было нормально, в Москве тогда это было нормально, потому что мы, как бы, провинция, можно сказать, хоть и крупный город, областной, но тем не менее, и для нас это было шоком, как, то есть ты даешь интервью, да, еще тебе за это платят деньги. Так вот, когда я снимался в рекламах, частенько, постоянно, если приходишь в какой-то магазин или идешь, даже по улице идешь, подходят маленькие, молоденькие девочки и говорят, извините, пожалуйста, а это вот вы снимались вот в этой рекламе? Что ответить? Да или нет? Обманывать нельзя. Обманывать нельзя, говорил, да, 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 в магазинах поставить, вот это, вот это, что такое телевидение. Вот, и, значит, когда вот у нас был какой-то проект с ГТРК, вот спектакль мы делали, вот это вот, я сейчас просто из памяти, он из головы вылетел, вот небольшой, и они сделали маленький анонс, они подсняли артистов, вот поскольку я играл звезду, там так и называли роль звезда, вот они подсняли, я в белом костюме, все, то есть я не как артист там был, а как бы, как человек, который на самом деле, настоящий человек, вот. То есть для зрителей должно было так показаться. У меня сломалась машина в этот момент, вот, и она находилась в сервисе, вот. И, значит, как-то все это надо было двигать, Новый год, елки на носу, как бы, вот машина нужна, вот, как я без машины, вот. И вдруг он мне звонит, этот мастер, и говорит, здравствуйте, я поздравляю вас с премьерой, то-се, я ничего не понимаю, а он, оказывается, просто включил телевизор, увидел меня вот в этой подсъемочке небольшой. Вот что, вот, вот она слава, вот что, вот она слава, да, то есть ты можешь играть в театре, всю свою жизнь, там, сыграть всю классику, все, но у тебя никто не будет, а телевидение, вот. Ну, все-таки о своих партнерах, вот, в Большом кино в Москве, и на всю Россию, да. В Большом кино в Москве, ну, у меня, к сожалению, не такой богатый опыт съемок, но, вот, в 2003 году меня пригласили на Мосфильм, снимал, вот, единственное, что, вот, я познакомился, я счастлив, благодарен судьбе, что она слава меня с таким великим режиссером нашим, с Прошкиным, вот, как бы, это, он снимал эту картину, а в фильме снимались, значит, Андрей Панин, Михаил Пореченков, и, вот, это были звезды, вот, звезды, приглашенные для этого кино, и в этом фильме у меня был такой, ну, по киношным меркам хороший большой эпизод, вот, то есть я там играл, какого-то, тофика, шашлычника, там, ну, это неважно, там, дело в том, что, как бы, вот там для меня Панин совершенно по-другому открылся, и Пореченков тоже, то есть Пореченков, как бы, в отрицательную сторону, а Панин в положительную, то есть когда я видел в фильмах, мне казалось, какой-то такой не очень приятный, какой-то непонятный человек, когда я с ним познакомился близко, это такой классный мужик оказался, просто потрясающий человек, да, просто потрясающий, очень скромный, он никогда никуда не лез, ничего, там приезжали все время какие-то журналисты на эти съемки, где мы жили, приезжали журналисты, там интервью Пореченков, любитель этого все там ходил, он тогда был популярен, потому что вот этот сериал снялся, не бандитский Петербург, а агент национальной безопасности, он снялся, он был безумно популярен, он любил это все дело, там ходил, все, дал интервью, Панин никогда, вот даже если вы можете вспомнить, такой был себе, бригада, вот, он там сыграл одну из главных ролей, потом я смотрел, так делают передачи после съемок, вот, его там не было, и я уверен, я тоже знаю, почему его там не было, потому что он просто, видимо, отказался, он не любитель был вот этого всего, вот этой вот популярности вот этого на публику, работы игры на публику, он очень скромный был человек, классный, просто классный человек. Возвращаемся к Игорю Рудакову, меня больше сегодня Игорь Рудаков интересует, давай сейчас эпизод посмотрим, из великолепного спектакля, я его очень люблю, много раз смотрел, еще буду смотреть, это «Семь способов соблазнения», блистательная работа, и потом обсудим, хорошо? Хорошо. Семь способов соблазнения «Семь способов соблазнения» и «ТОВКУГИ ПИСЕ». И ты можешь дать мне честное слово. Честное слово. Честное слово. Поцелуй меня, моя куколка. Знаешь, как ты любишь целовать? Вот так, с закрытыми глазами. я не куколка когда куколка открывает глазки она говорит а когда глазки открылись у меня я тебе скажу ты мерзавец ты сейчас поймешь мое сокровище кому адресовано от кого ты говорит что не писал ей а она тебе пишет вот что так вот что все никак не могла собраться ответить тебе на два твоих милых письма в них столько неподдельной страсти и пыла просумся да это не чапа тихонько журналом накрыл ты думаешь я не видела не гадяй опущите на коленях молю я долго боролся с этим чувством но честнее сказать правду да 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 я люблю да 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 я люблю ее так ты сознаешься так вот же тебе за мою разбитую жизнь пронзил у меня сердце но я прощаю тебе изумительная работа причем в этом спектакле у тебя несколько там 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 четыре или пять у тебя ролей вот в двух отделениях а поговорим вот о чем наверняка случаются забавные истории в артистической жизни да вот какую-нибудь небольшую историю вспомнил что с времени так много по поводу смешных историй вот как бы ты просил вспомнил я вспомнил случайно это было давно это когда еще вот мы только переехали в театр в кинотеатр вот этот вот тимуровец да вот и значит нашу грим уборная была на углу с угла прямо вот угол братьев кристалевых толстого вот и мимо нее можно было вот так вот проходить тропиночкой такой там все было асфальтировано елочки мимо нее проходишь и заходишь в главный вход там зрительский вход дальше вот и к нам приезжала какая-то труппа голландская труппа тогда для нас было что-то новое интересное они как это показывали спектакль обезьяны что ли он назывался я не помню у них такой он пластический там все вот ну просто как бы их расположили да в нашей грим-уборной вот у них такая небольшая была мобильная труппа вот несколько человек буквально 5-6 человек вот они все уместились в двух гримерках наших в нашей гримерке были мальчики скажем так вот когда они закончили значит свое выступление все они уже уехали мы значит приходим утром на работу открываем грим-уборную у нас вешалка обыкновенная вешалку на которую вешают шапки там еще что-то вот там висят значит майки какие-то трусы просто за границей это было давно это одноразовая вещь трусы одноразовые майки на это стоят копейки у нас мы трусы носим веками годами поэтому вот их бережем а там это это нормально он их надел потом выбросил и все мусорную корзину висят трусы майки значит носки все это висит вот ну что и такое ну какое-то возникает небольшое такое чувство на брезгливости вот и не помню кто или я или или димка добряков не помню значит все это взяли вот так вот форточку а ты прям на нервной почве что называется что же такое за безобразие неуважение миланского до голландского презрения так русским артиста пусть молодым но тем не менее вот так вот взяли про форточку у нас первый этаж вот открывай эту форточку и туда прям раз естественно эти трусы они там маски они это выпали вот на улицу там вот это на эту тропинку где все ходят там все вот у нас было собрание то день сидим на собрании все и у нас был замечательный актер владимир панчешин непокойный царство ему небесное он значит заходит собрание уже почти должно было начаться уже почти все сидели вот директоров все люди все артисты все заходит владимир ильич с этими трусами с майкой с этими носками и говорит а он такой был товарищ как бы он все подбирал там собирал в общем ничего такого хозяйства хозяйства хозяйственный такой был вот он заходит и говорит ребят а сейчас иду горит мимо гримерки вашей и уронил вот майки трусы вот возьмите ну вот такой был случай как вот от шутки мы переходим к серьезной классики это таланты поклонники фрагмент твоим участием из этого великого спектакля который поставил нас анатолий правдин смотрим ну раз так угодно вашему сиятельству я с ней контракта не забавлю да у нее контракт кончается прекрасно вся наша публика будет вам благодарна до публики то ваше и ваше сиятельство только первый ряд кресел зато мы даем тон как бы не прогадать вы не беспокойтесь публика к ней охладела вот вы смотрите в бенефис у ней совсем сбору не будем хотите парить спорить не смею вас да и нельзя со мной спорить я получше у вас знаю публику и понимаю дело а я такую актрису выпишу что она всех здесь одушевит и заживем мы тогда припеваючи хочешь сигару пожалуйте ваше дядьство ну дорогие я дешевых ты не курил а у меня горе ваше сесть что такое трагик запят вон он брать посад а у него паспорт в порядке да когда же у них порядке то бывают ваше сиятельство но так можно пугнуть что мол по этапу на место же их пугать не приходится ваше сиятельство себе дороже что так душа у них слишком широка мне говорит хоть в камчатку а ты мерзавец и так он это слово ваше сиятельство выразительно выговорит что не до разговоров а только и думаешь как бы поскорее ноги унести ну в таком случае лучше лаской удивляются ваше сесть что укротители кальвам в клетку ходят нас этим не удивишь я скорее кальву соглашусь пойти чем к трагику когда он не в духе или пьян вот мы сегодня уже упомянули об александре кузина ты в превосходной степени им говоришь говорил а вот сейчас будет еще один эпизод подарен на нами зрителям это ревизор спектакль который очень много так сказать имел хорошей прессы другого показана только в самаре и давай подарим от нас с тобой подарим этот спектакль фрагмент спектакль подарим зрителям давай смотрим господа господа удивительное дело господа чиновник которого мы приняли за ревизора как его собственного письма было приносит мне на почту письмо взглянул на адрес вижу в почтанскую улицу я так и обомлил ну думаю себе видно нашел какие-то беспорядки и уведомляет начальство взял мне распечатано как же вы не знаю сам не знаю неестественные силы побудила хотел было призвать тебя уже курьера с тем чтобы отправить его со шлафета ну любопытство такое одолело которую без вода никогда никогда еще не чувствовал к ним а вот не могу вот слышу что не могу вот тянет вот так вот и тянет а в одну муху так и слышу не распечатывай не распечатывай пропадешь как курица а в другое ухо снова без какой шепчешь распечатывай распечатывай и как придавился путь пожилую кровь распечатывай огонь ей богу ей богу мороз руки дрожат все помутилось как вы осмелились распечатать письмо такое уполномоченное особое это в том то и дело что не уполномоченный и не особо а что же он по-вашему такое не то несет черт знает что такое а я а а а а а а а что сибирь далеко сибирь вот я лучше прочту господа и вот я пошел сейчас спешу 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 но спешу уведомить тебя душа моя тряпишкин какие со мной чудеса на дороге обчистил меня кругом пехотный капитан так что трактирщик хотел было уже посадить в тюрьму как вдруг по моей петербургской физиономии по костюму весь город принял меня за генерал губернатор и я теперь живу у городничего жуиру и володя что пропалую за его женой и дочкой не решился только с которой и начать думаю прежде с матушки потому что кажется готовы сейчас на все услуги все мне дают займы сколько угодно оригиналы страшные от смеху ты поумер ты я знаю пишешь статейки помести их в свою литературу во первых городничий глуп как сивый мерин читайте сами глуп как сивый мерин ну блестательная работа — А скажи, тебе хотелось бы еще с Кузиным поработать? — Всегда, всегда, да. — И есть перспектива какая-то? — Да, вот мы с нетерпением ждем его приезда всегда. Вот летом, по-моему, в августе он приезжает и будет ставить пьесу, которую написал Валерий Семеновский по неточке Незваного и Достоевского. Она называется «Жизнь артиста». Вот там в главной роли будет, наверное, Алексей Меженый, как раз он будет играть этого артиста, а я буду играть его друга Бархатова. То есть, как бы, надеюсь, что будет неплохая какая-то работа. Ну а с Кузиным работать — это просто наслаждение, удовольствие. И вот когда идешь на работу, и впереди у тебя ждет репетиция с этим великим художником, то у тебя просто замечательное и хорошее настроение. — Ну вот у меня после сегодняшнего эфира также замечательное и хорошее настроение. Игорь, спасибо тебе огромное. Я тебе желаю с бычи всех мечт, хороших работ, работы с Кузиным, прекрасных премьер. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня был Игорь Удаков, актер Самарского театра «Самарт». Спасибо тебе, Игорь. Всем за внимание. Спасибо. До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова